Дорогие телезрители, дорогие друзья, для меня большая честь и привилегия приветствовать вас на наших передачах. Для нас в великое областование служить вам. Я благодарю Бога за то, что мы можем делиться тем посланием, которое есть для вас. Я верю, что это слово, которое оказывает влияние, приносит плод в Царство Божие. То, что мы делаем как церковь, мы совершаем надлежащие нам поприще на этой земле. До сега недостигнутых, приходя в поселки, деревни, где никогда не звучало Ивангелие, где люди говорят, почему вы раньше не пришли к нам? Мы несем туда весь. Я вдохновляю вас, присоединяйтесь к нам. Мы нуждаемся в вашей поддержке, молитвенной, финансовой. В том, чтобы, может быть, приехать и провести время с нашей командой, пойти в какой-нибудь отдаленный поселок. Есть огромная нужда в том, чтобы Божье Слово пришло туда. Пусть Бог бласовит вас. Присоединяйтесь. Возлюбленные, мы живем с вами в какой-то новой реальности, с которой столкнулся весь мир. И, наверное, если бы у нас кто-то спросил, такое вообще возможно, чтобы по всему лицу земли церкви прекращали где-то служение, или, может быть, как-то переходили бы на какие-то новые условия пребывания в Доме Божьем. Мы бы сказали бы, это невозможно. Мы бы сказали, это возможно в каких-то режимах, каких-то закрытых странах, в каких-то сложных обстоятельствах. И мы, может быть, даже назвали бы ряд мест, где такое возможно. А как насчет той реальности, в которой мы есть с вами? Но я уверен, что у Бога ничего не бывает без Его воли. И у Господа есть определенный план. Наверное, мы слишком осуетились, наверное, мы слишком начали думать о себе больше, чем мы есть. И, наверное, нашему поколению, потому что, наверное, впервые за историю нашего поколения мы сталкиваемся вообще с чем-то подобным. Это вызов для нас, для нашей веры, для нашего упования. Но я верю, что, как в Луки, в 9 главе описывается интересная история. Иисус служит, Иисус благословляет, и потом ученики приходят к Иисусу и говорят, слушай, давай их отпустим. Иисус говорит, выдайте им есть. Ученики говорят, слушай, но у нас реальность такая, что у нас вообще нечего дать. У нас вообще нечего дать. Давай их лучше распустим. Пусть каждый пойдет, живет, как он знает, живет, как он верит, живет, как он понимает. Время-то такое темное, место пустынное. Иисус говорит ученикам, выдайте, вы позаботьтесь о них. Ученики смотрят, а что у нас есть? У нас вообще-то мало что и осталось. Пять хлебов, две рыбки там у мальчика. Иисус говорит им интересные слова. А вы рассадите их по 50 человек. Представляете, вот люди в недоумении, да, ну что происходит? Они вообще не понимают, что происходит. Но ученики начинают рассаживать их по 50. Люди в недоумении, у людей нужды. Место пустынное, время позднее. Кушать хочется, нужды есть, проблемы есть. Но в это время у Бога есть свой план для этого. И в это время Бог начинает восполнять сверхъестественным образом нужды людей. В это время Бог начинает восполнять сверхъестественным образом нужды тех, которые еще сегодня не понимали, что вообще с ними происходит. Кто-то бы сказал бы, ну это вообще ерунда, зачем нам садиться по 50, когда мы можем пойти где-то позаботиться сами о себе, мы подумаем, как нам выжить, или может быть, как-то обеспечить себя, или еще что-то. Но те, которые были прилежные, те увидели великое чудо Божье. Но здесь в 9 главе описывается еще одна интересная история, которую я хотел бы, чтобы мы сегодня поразмышляли. Здесь описывается история, когда в 37 стихе записаны такие слова. «В следующий же день, когда они сошли с горы, встретили его много народа. Вдруг некто из народа воскликнул, учитель, умоляю тебя взглянуть на сына моего, он один у меня. Его схватывает дух, и он внезапно вскрикивает и терзает его, так что он испускает пену и на силу отступает от него, измучив его. Я просил учеников твоих знать его, но они не могли. Ису же отвечая, сказал, род неверный, развращенный, так коли буду с вами и буду терпеть вас, приведи сюда сына твоего. Когда же тот шел без поверх его и стал бить, но Иисус запретил нечистому духу, исцелил от рока и отдал его отцу его. И все удивлялись величию Божьего. Когда же все удивились всему, что творил Иисус, он сказал ученикам своим». И здесь он говорит дальше о том, что ему надлежит пострадать. Интересно, если мы будем смотреть хронологию событий, сначала люди переживают великую славу Божию, и они насыщены. Потом они восходят на гору и переживают преображение. Господь являет себя, как Господь. И вот кажется, в это время, когда ученики такие, знаете, исполненные силы, помазания Божьего, видевшие много чудес, спускаясь с горы, подходит разочарованный человек. Он подходит, и он говорит, «Послушай, Иисус, ты не мог бы посмотреть на сына моего? У него есть проблемы. Я обращался к ученикам твоим, и я просил, чтобы они помогли ему, но они не смогли ничего сделать». Иисус оборачивается и говорит, «О, увы, род неверный и разращенный, доколе я вас буду терпеть». Мы думаем, ну, наверное, это об учениках, но ученики, не написано, что они были неверные и разращенные, написано, что они были прилежные. Иисус говорил им делать, рассаживать, они рассаживали. Иисус говорил, кормить, они кормили. Иисус говорил, идем на гору, они шли на гору. О чем Иисус говорит вот здесь вот, когда Он говорит, род неверный и разращенный, доколе я буду терпеть? И когда приводят сына, и дьявол издевается над отроком, Иисус освобождает его. Я уверен, что здесь история не говорит о том, что у Иисуса были претензии к людям, как к ученикам, которые были, знаете, недостаточно прилежны. Иисус смотрит более глубоко и смотрит более серьезнее на то, что происходит. Я уверен, что именно в этом месте Писания Иисус говорит о том неверии, которое было у учеников. Та вера, которая почему-то не работала в их жизни, когда приводили, она не работала. Иисус возмущается и говорит, ну сколько можно, когда начнет работать ваша вера? И он освобождает. Я не думаю, что отец, который шел к Иисусу, он был, знаете, такой исполнен веры. Он был разочарованным человеком. У него были серьезные проблемы в семье, у него были серьезные проблемы с ребенком, у него были серьезные проблемы в жизни. Он пытался найти ответ, он даже ходил к ученикам, но ученики не помогли. И он разочарован. И он приходит к Иисусу, как к последней инстанции, говорит, послушай, у меня ничего не работает в жизни. Сколько из нас мы приходили со своими нуждами? Может быть, к кому-то. Может быть, проходили через какие-то определенные обстоятельства, ожидая великого чуда в своей жизни. Сколько из нас мы были на каких-то чудодейственных служениях, когда кто-то выходил и свидетельствовал о более серьезных исцелениях, чем ты нуждался в каком-то серьезном исцелении. Может быть, твоя проблема была совсем незначительна по сравнению с той, которая, может быть, была у кого-то. И кто-то свидетельствовал о великих чудесах Бочих. И ты сидел и думал, Господи, ну, наверное, ты обращаешь внимание на более серьезные проблемы. А моя как-то, она, наверное, не услышана. Она как-то, может быть, не такая серьезная. Потому ты, Господь, помогаешь тем, которые больше страдают. И ты как-то приходишь к ним на помощь. А я как-то вот не справляюсь, что ли, со своей верой. Сколько из нас мы были исполнены верой. Мы ожидали чуда, молились, а чудо не происходило. Я уверен, что многие из нас. И когда чудо не происходит, ты идешь абсолютно разочарованный. И говорить о том, что у тебя есть какое-то великое ожидание чуда, ну, не приходится. Я представляю отца этого парня, который приводит своего сына на серьезные проблемы, ожидает решения вопроса, и ответа нет. Многие из нас, однажды, проходя через вызовы своей жизни, ожидая чуда, не получая, мы как на спущенных колесах движемся в этой жизни. Уже, знаете, такой фатализм. Будет, как будет. Мне нравится этот отец, который, знаете, проходит через разочарование. Который понимает, что его вера не сработала, даже вера учеников не сработала. Но он продолжает идти к начальнику-совершителю веры. Он приходит к Иисусу. Иисус, я ходил к ученикам, я ожидал, я надеялся. Но ничего не меняется в моей жизни. И в это время, кажется, когда уже, знаете, нету сил, когда уже нету веры, когда уже нету никакой надежды, когда такой горький опыт разочарования, Иисус приходит в твою жизнь, берет ребенка и дает ему свободу, и освобождает его от всякого мучения. Я уверен, что мы проходим с вами через тот период нашей веры, когда она должна выйти на другую веру и неотношение с Богом. То, что происходит сегодня в мире, оно не поддается аналитике, оно не поддается пониманию нашего разума. Мы люди, которым нужно понимать, что происходит. И когда мы не понимаем, невидение становится для нас еще больше опасностью, чем, может быть, проблемой, с которой мы можем столкнуться. Почему? Потому что страх, который начинает приходить в нашу жизнь, он становится прямым врагом нашей веры. И проблема многих людей, что они входят в это состояние страха и подвержены уже страданиям и мучениям не потому, что есть какая-то опасность, а потому что их вера, она потерпела какое-то, знаете, крушение в своей жизни. И вот в это время очень важно, в это время, когда, может быть, имея негативный опыт в своей жизни, может быть, даже ожидания какие-то, когда были прежние у нас, мы даже приходили, может быть, кому-то за молитвой, очень важно в это время не остановиться. Мне нравится отец, который, знаете, другой бы разочаровался, придя к ученикам, и больше бы никогда, может быть, не вернулся бы. Но отец продолжал идти за Иисусом, ожидая ответа от Него. И Иисус освободил и дал свободу Его Сыну. Мы задаем себе вопрос. Господь, ну почему происходят какие-то события в нашей жизни, которые наполняют нашу жизнь, как река, и мы не понимаем, что происходит? Разве не проще было Иисусу взять Петра? Представляете, Иисус подходит к Петру и говорит, я молился о тебе. Я молился о тебе, что когда ты вернешься, когда ты пройдешь через определенное обстоятельство жизни, чтобы вера твоя не оскудела. Когда ты читаешь это местописание, ты задаешь себе вопрос логический. Иисус, а разве нельзя было сделать так, чтобы вот этих событий вообще не было? Если ты знал, что придет момент испытания моей веры, и мне придется отрекаться от тебя. Иисус говорит, я молился о тебе, сатана просил сиять вас как пшеницу, но я молился, чтобы вера твоя не оскудела, чтобы обратившись, ты мог еще послужить своим братьям, чтобы ты мог еще послужить многим. Иисуса нельзя сделать так, чтобы вот эти обстоятельства такие, которые испытывают мою веру, которые как бы подводят меня к каким-то кризисам, чтобы они как-то прошли стороной. Интересно, что когда Иисус обращается к Петру, тогда еще Симон, Он ему два раза говорит, Симон, Симон. То есть, другими словами, Иисус пытается подчеркнуть важность обращения, говорит, знаете, это как мы обращаемся к нашему ребенку, когда наш ребенок что-то не очень внимательно, мы ему говорим, сынок, сынок, чтобы он понял, что я к нему обращаюсь. Мы называем его по имени. Послушай, сын. Симон, Симон, Сатана просил вас сеять как пшеницу. У Сатаны были планы для вашей жизни. Сатана хочет разрушить твое призвание. Но у меня есть другой план для твоей жизни. Я хочу послать тебя в тьму этой жизни, чтобы принести свет. Я хочу послать тебя солью в то место, где есть разложение. Я хочу послать тебя туда, где есть большие вызовы у общества, чтобы ты мог послужить им. Чтобы ты потом сказал, что золота, серебра у меня нету, но что имею, то даю. А разве это не тот же Симон, который, когда к нему пришел отец и сказал, слушай, помоги, у меня ребенок. А Симон встал и говорит, а чем я тебе мог помочь? Ну, был на конференции, ну, чудеса были, размножение хлебов было, на горе преображения Иисуса видел, там было мне хорошо, я пережил великую Божью благодать. А тебе помочь? Ну, давай попробуем. Помолился, ничего не сработало. Иисус поворачивается и говорит, слушай, ну, сколько вас можно учить? Ну, что вы за люди, а? Ну, когда ваша вера уже начнет крепнуть, а? Сколько можно терпеть все это? И я уверен, что в тот момент Иисус возмущался не Петром, потому что он знал, какой Петр. Петр, он возмущался неверием, которое было в нем. Но пришел день, когда человек сидит и ждет, Петр, дай, дай монетку, дай покушать на один день. А Петр говорит, слушай, нету, но что есть дам тебе. Знаете, чем он делится? Он делится верой. Он делится верой. Вера заработала в его жизни тогда, когда, кажется, неизбежность краха гарантировала ему поражение. Но Бог провел его, чтобы сделать его более сильным. Я уверен, мы как церковь проходим через серьезный вызов сегодня. нам, кажется, проще было бы, Господь, но пусть бы это миновало наши бы страны, наши города, наше поколение. Пусть бы это прошло мимо. Ну, Господи, ну разве тебе не легче это сделать? Разве ты не Бог всемогущий, который можешь провести эту пандемию мимо нас? А Господь смотрит на поколение наше и говорит, «А я ожидаю от вас большего. Я хочу видеть веру. Я хочу видеть веру, потому что многие приходили к вам, как этот отец, и они уходили ни с чем. Но пришло другое время. Когда я явлюсь в свою славу, я укреплю вас в вере так сильно, что вы еще сможете многим послужить, вы еще сможете многих привести. И я, тот, который в моей власти, было сделано так, чтобы Петр не оказался там, где Иисус сказал ему, «Знаешь, Петр, вот петух будет петь, а ты будешь отрекаться». Господи, да не будет такого никогда. Представляете, где куется вера? Вера куется в самом дне твоей жизни. Я уверен, что Петр именно в этот самый сложный момент. Богословы говорят, что когда третий раз ему задали вопрос, что ты же был с ним, то он применяет там слово, которое применяли книжники и фарисеи по отношению к людям, которых предавали анафеме. То есть, другими словами, Петр говорит примерно так, «Да ты что? Да если я с ним был, да будет мне анафема». Представляете, в каком дне своей веры, в каком крушении он находился, и в это время Иисус посмотрел на него, «Петр, а я молился о тебе. Я молился о тебе, что именно вот в этот день в твоей жизни ты не разочаровался, чтобы ты воспрял и мог еще многим послужить». Я уверен, что мы, как церковь, пройдем через больше вызов, чем сегодня мы имеем. Сегодня мы еще находимся, знаете, на пороге каких-то волнений, непонимания, каких-то, ну, неведения. А пройдет очень короткое время, и мы начнем понимать больше, видеть больше. И я уверен, в это время Бог будет ковать нашу веру. Знаете, почему? Потому что в это время, когда ты будешь проходить через крушение своей веры, Господь будет ковать твою веру. Он будет делать ее сильной. Вот в это время, когда не будет никакой надежды, когда не будет никакого основания, когда не будет никакого, знаете, никакой логики, придет Божья сила, которая начнет использовать тебя настолько сильно, как Бог начал использовать Петра после крушения его жизни, его веры. Поэтому я уверен, что мы, как церковь, проходим процесс такого серьезного духовного становления, как Иисус говорит, что смотри, когда ты через это пройдешь, чтобы ты мог быть сильным и послужить другим. Я уверен, что пришло время с церкви стать сильной. Стать сильной, потому что мы где-то стали опираться немножко на себя. Мы стали надеяться больше на какие-то возможности. Мы начали больше думать, что с нами ничего не произойдет. Мы начали строить большие планы. А сегодня мы не знаем, что нас ждет завтра. И вот в это время Бог начинает работать с нами, с нашей верой, чтобы мы были теми людьми, которые помогут тем, которые еще Бога не знают, которые будут молиться за тех, которые прибегут к нам и скажут, послушайте, помогите, потому что я не знаю, что меня ждет. И вот в это время Бог начнет использовать нас сильной и могущественно для своей славы. Поэтому я хочу обратиться к церкви сегодня. Давайте мы откроем наше сердце настолько сильно, настолько широко, чтобы то, что Бог хочет, чтобы это произошло в нашей жизни. Как мы молимся, молитва и чина, что не так, как я, Господи, хочу, а как ты, Господи, хочешь. Не моя воля будет, а да будет твоя воля, как на небе, так и на земле. Поэтому я уверен, что впереди у нас еще все самое лучшее, Божье благословенное, что Бог хочет сделать церковью, использовать ее, чтобы послужить еще многим. Поэтому это не время пережить кризис, это время перестать надеяться на себя и укрепиться в Господе, чтобы быть благословением для многих людей. Давайте мы встанем. И мы сейчас помолимся. Я хотел бы, чтобы мы, как церковь, помолились о том, чтобы вот это время тьмы для нас, время непонимания для нас, время какого-то, может быть, страха, чтобы оно было преодолено силою Господа, чтобы мы шли, имея веру Господню, не боясь никакой тьмы, потому что Бог призвал нас быть светом во тьме. И я уверен, что Бог будет использовать каждого из нас еще сильно. Давайте мы, как церковь, откроем себя для того, чтобы служить нашим коллегам, нашим друзьям, нашим знакомым, нашим соседям, тем, кто сегодня так сильно нуждается. И чтобы мы могли справиться с тем переживанием, волнением, через которое мы проходим, чтобы то, что Бог хочет, чтобы мы прошли, и Он хочет провести нас, чтобы Он провел нас, даже если где-то мы внутри начнем колебаться, даже где-то какая-то неуверенность придет и страх наполнит наше сердце, чтобы наша вера в это время укрепилась в Боге. И мы научились Ему доверять, и мы научились следовать за Ним, и мы научились тому, чтобы Бог начал использовать нас, как некогда Господь проводил Петра через обстоятельства, от которых Он не мог никак отказаться и договориться с Господом. Он прошел через них, и Он состоялся как великий человек, на котором Господь сказал, «Я буду строить церковь». Если Бог хочет на нас строить церковь, пусть Он проводит нас через то горнило испытания, через то горнило искушения, через те вызовы, которые есть у Него, пусть Он сам сделает с нами все, что Он хочет. Мы нашему Господу верим и доверяем намного больше, чем сами в себе верим и понимаем. Мы верим, что Господь, наша жизнь и наша смерть, для Него живем. Для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Поэтому мы пройдем, мы справимся, Бог нам поможет. Отец, с местным мы приходим пред лицо Твое. Я молюсь, Господь, за каждого, Господь, моего брата и сестру, Господь. Я молюсь, Господь, за тех, кто уповает на Тебя сегодня, Господь. Боже, приди в силе и славе, Господь. Используй у нас сильное могущество на Господь. Боже, мы уповаем на Тебя, Господь, и мы благодарим Тебя за все, потому что Ты достоин. Господи, Ты Бог, Который ведешь нас, как церковь, Господь, своим путем. И Ты Бог, Который определил для нас, Господь, пройти через эти обстоятельства жизни, Господь, чтобы еще больше укрепиться в вере, еще больше довериться Тебе, еще больше начать верить и уповать на Тебя. Боже, мы благословляемся, то и имя Твое. Лирамас Сара Рогов Андер Алекеши. Мы славим Тебя. Мы поклоняемся Тебе. Мы превозносим Тебя. Мы благодарим Тебя, Господь. Мы благословляем эту землю, Господь. Мы благословляем наши города, Господь, и поселки, Господь. И мы призываем то и имя Твое. Господь, приди, явись себя в силе и славе. Прославься в нас и через нас, Господь. Используй нас для своей славы, Господь. Боже, приди к тем, кто сегодня нуждается в крепости и силе. Приди к тем, кто сегодня нуждается в поддержке, Господь. Приди к тем, кто сегодня, Господь, проходит через кризис своей веры, Господь. Приди к тем, кто сегодня нуждается в то, чтобы Ты, Господь, наполнил Его и исполнил Его силой Своей. Боже, мы нуждаемся в Тебе. Мы уповаем на Тебя. Мы славим Тебя. О, раба Сара Рогов Андер Алекеши. Ты достойный. Ты достойный. Ты достойный. мы славим тебя и мы благодарим тебя за все блага и милости которые ты божи кому нам еще идти господь как не к тебе приготовляй нас господь для великого сражения для твоей славы для твоей победы очищай нас освещаемость приготовляй нас господь для себя мы хотим служить тебе и следовать за тобой тебе слава веки веков и весна может скажем аминь и